Здравствуйте, мои дорогие! С вами Наталья Луната на моем канале о разных рукоделиях. И сегодня я хочу с вами поговорить и рассказать вам о лопопейсах, потому что... Вот совсем недавно довязала лопопейсу очередную мужу. Не так часто я вяжу такого плана свитера, но вяжу я их из классической исландской шерсти, той самой исландской шерсти, о которой многие из вас знают только понаслышке. А кто-то, допустим, был в путешествии в Исландии и знает, что такие свитера стоят там запредельно дорого, потому что это прямо такая часть национального бизнеса. Но вяжут лопопейсы не только бабушки и не только в Исландии, а во всем мире. Хочу рассказать вам и о том, как, взяв за основу лопопейсу из популярной книги, я внесла в нее изменения, потому что, ну, посадка классической лопопейсы, да, и вообще технология вязания, она такая достаточно, ну, вот, рустикальная, да, все делается максимально просто, быстренько. Исламскому моряку, рыбаку не так важно, есть там вырезан росток или нет, допустим, как эта вещь сидит по бедрам там, да, вот эти вот синьонцы, они в фольклорной традиции, в общем-то, не важны. А в том, как мы носим вещи сейчас, это очень-таки значительные моменты. И я ввела некоторые технологические изменения для того, чтобы вещь выглядела красиво, качество-то прямо фирменно, чтобы ее можно было приятно долго носить. Вот этим с вами хочу в этом видео поделиться. Записываю, постепенно буду выкладывать видео о лопопейсах этого года. И начну, собственно, с лопопейсы, которую я связала для мужа еще в самом начале февраля по книге Линки Нойман. Книга замечательная, и в ней несколько вариантов дизайнов очень хороших, и книга шикарно иллюстрирована. Книга вышла в переводе, и есть даже ее электронная версия. Я в инфобоксе, да, под видео дам ссылочку, где эту книгу в электронном виде, или в бумажном можем приобрести. Книга очень хорошая, и вязать свитер было по ней легко и приятно. Единственное, что я внесла, конечно, некоторые изменения, исходя из моих потребностей, да, потому что, ну, все-таки, когда вяжешь, да, по готовому описанию, все равно рассчитываешь на живого человека, которому потом эту вещь носить, и рассчитываешь, естественно, на пряжу. Ну, во-первых, я поменяла цветовое решение, да, использовала то, которое подходит ближе именно моему мужу, вот, то, что ему больше нравится. Ну, мне очень понравились вот эти вот крупные паттерны олени, тем более здесь в зимний сезон в Канаде это тоже, в общем, достаточно популярно. Хотелось попробовать это сделать. В отличие от того, что сказано в описаниях Линки Нойман, я вязала из исландской шерсти, но не из алафосерлопи, а из плотулопи. Чем эта пряжа отличается, да, одна от другой, я рассказывала в подробном видео про пряжу лопи, и я очень советую посмотреть, потому что на русском языке обзоров этой пряжи, таких серьезных хороших обзоров мало, поскольку я с этой пряжей работаю давно и нежно ее люблю, и вообще эту шерсть исландских овечек очень люблю, я такое видео записала сразу, чтобы потом уже лишних вопросов не возникало. Вязала я из плотулопи, то есть это непрядиная исландская шерсть, в два сложения, и поэтому некоторые особенности мне продиктовала именно сама пряжа. Но начнем с того, что, ну вот, я вязала свитер на размер L, подробно, естественно, да, по петельное описание никакое я вам не дам, потому что, ну, это платное описание, из книги, да, я буду рассказывать о том, что я изменила. Ну, во-первых, как бы пряжа лопя сама по себе не очень-то держит резинки. Даже если брать резинку, вязать на более тонких спицах, ну, все равно она достаточно подрастягивается. Если хочется иметь вот этот стянутый эффект, то надо либо провязывать вместе с эластичной нитью, либо набирать меньшее количество петель, потом делать прибавки. И, естественно, резинку вяжем на более тонких спицах. Дальше основное полотно на более толстых. Я набирала в данном случае 140 петель, потому что стандартно вот у меня по непрядиной лопе я вяжу на пятерке, но в 10 сантиметрах у меня всегда 14 петель. То есть уже это вот отработано, да, за много лет, и есть связанные образцы, которые, собственно, ну, вот можно сделать из одного цвета, все остальные будут работать точно так же. Я достаточно хорошо вяжу жаккарды, поэтому у меня не было необходимости на жаккардах переходить на более толстые спицы. То есть у меня вот, ну, как бы стяжки такой, да, по жаккардам нету. Если вы вяжете, допустим, жаккарды и знаете, что на жаккардах у вас несколько стягивается полотно, просто перейдите на спицы чуть-чуть потолще. Ну, вот резинку я вязала на спицах 4,5, и дальше все полотно я вязала на пятерке, потому что из лопи я не люблю рыхлую вязку. Ну, вот по жаккардам, вот изнаночка, да. В орнаменте протяжки не очень большие. Вообще я считаю, что если протяжки в пределах 5 петель, то необходимости перекрещивать, перекидывать нить нету. И лопи она как бы вот сама по себе, вот даже под эту протяжку трудно залезть, она подваливается, да, при первой же стирке она чуть-чуть подваливается. То есть шерсть это вообще хорошо уваливается. Потом, что еще? В отличие от описания в книге, я делала итальянский набор. Делала его почему? Ну, вот в видео про пряжу лопи вы посмотрите об этом, но дело в том, что непряденная лопи, она такая вот очень хрупкая, да, то есть она легко на разрыв идет даже в два сложения. И если набирать длинным хвостом, ну, в общем, есть большой риск, даже в процессе вязания или первой примерки этот край порвать, поэтому я набираю итальянским набором краешек, вот он ровненький, кругленький такой получается. Ну, описаний итальянского набора очень много на ютубе можно найти, это не проблема. Вот, то есть вот по ширине, да, вот что у меня по ширине само изделие. Я меняла размеры, да, то, что в отличие от книги, но у меня вот ширина 50-53, ну, собственно, до низа она такая же. Длина до проймы, муж у меня не очень высокого роста, да, длина до проймы, сколько у нас тут? 48, соответственно, как бы вот то, что выходит на кокетку, я считаю не по самой линии реглана, да, вот от высокой точки плеча, и вот она, вот эта вот линия до орнамента. И 30 сантиметров вот у меня идёт вот так вот на саму круглую кокетку. Вот, я немножко поменяла орнамент, да, вот эту нижнюю часть орнамента я делала, как в книге. Вот этот рисунок, да, я его чуть-чуть облегчила. Я оставила основной вот этот паттерн с соленьями так, как в книге. И вот на этой части тоже я укоротила орнамент, в отличие от книги, потому что мне надо было вывязывать росток. Традиционные скандинавские, исландские вот эти вот свитера, они вывязываются без ростка. Ну, я не очень люблю, как это по фигуре сидит, поэтому я выводила обязательно росток. Сейчас ещё подробнее об этом расскажу. Рукав, да, рукав у меня шёл отца, от 40 петель до 60 петель наверху. Прибавляла я, как по внутреннему шву, да, вот прибавками. Прибавочки делала из протяжки, да, с крыльчаной петлёй. То есть, вот у меня оставалось две петли, да, и, соответственно, я вот сбоку от них делала, то есть, вот такая вот дорожечка. Ширина рукава вот в переходе на кокетку, соответственно, получилось 23 сантиметра, да, то есть, полный обхват 46. Длина рукава до объединения с кокеткой у меня 52 сантиметра. Ну, это как бы, это размеры, которые вот я делала под конкретного человека. Хочу о спицах, наверное, сказать. Особенность, да, как бы очень часто, ну, естественно, да, вот традиционно, да, такие свитера вяжутся снизу вверх. Хотя, как бы, наши вязальщицы, многие стали их вязать сверху вниз, да, без разницы, тут уже как вам удобнее. Вот я раньше вязала просто обычный реглан, да, вязала всегда сверху вниз, а здесь пошла, как бы, по традиционной такой технологии. Хорошо, удобно, причем, ну, вот, боди, да, саму основу свитера, да, я говорила, что вязала резинку на более тонких, на 4,5, а дальше на пятерки. Вяжу я спицами лики, да, вот сейчас покажу. Вот так вот пишется это название. И об этих спицах хочу немножечко поподробнее рассказать. У меня эти спицы, которые в работе, они в таком чехольчике, я посмотрела наборы. Есть большие наборы этих спиц. Ни один из этих наборов, ну, меня не устраивал по комплектации, потому что я редко вяжу на очень толстых спицах. То есть, допустим, у меня девятка-десятка, они, в принципе, не нужны, они валялись бы без дела, да. И еще с чем я столкнулась. Эти спицы, вот написано Driftwood, да, Driftwood это что? Это коряга, вот. Как бы древесина высушенная, да, водой. Есть лики и бамбуковые. Бамбуковые попробовала, неплохие достаточно, но мне нравятся вот эти деревянные. Но покупая деревянные спицы лики, да, несколько пар, вот когда они обычной длины, вот этой вот 5 или 6 дюймов, да, 12,5 или 15 сантиметров, несколько пар, вот таких более длинных, да, у меня сломались, при том, что я вяжу не слишком плотно, не слишком свободно, то есть, ну, аккуратно по спице, ну, вот просто сломались. Что это был? Брак древесины или что? Я не знаю. Но спица-то вот как спица сама вот в этот стакан входит, да, вот соединение очень гладенькое. Хорошие, они не очень острые, удобные спицы и не слишком закругленные. Вот это вот всё мне нравилось и хорошие корды, да, удобные у этих спиц. Я решила попробовать спицы меньшей длины. И они мне очень понравились. То есть, вот такие вот, да, более длинные и вот такие. Это просто моя любовь стала. Когда-то я думала, что это вообще какие-то игрушечные спицы, да, вот такие вот малышечки. Буквально вот они там есть даже 5 сантиметров, но это 7 сантиметров длиной. Совершенно замечательные. Ну, они как, собственно, все вот такие вот спицы, да, со сменными кордами, да, вот всякие разные корды есть. Спица просто накручивается, крепится вот таким вот ключом. То есть, отлично. В принципе, они всегда продаются ещё и с ограничителями. То есть, можно просто, да, этими спицами вязать вот не как круговыми, как обычными. Вот так вот выглядит ограничитель, да, вот. Вот так вот. То есть, это, ну, удобно. Хорошие, очень-очень добротные спицы. И вот я себе подобрала основные размеры, да, номера, которые мне нужны для работы. Есть у меня ещё и более тоненькие, но более тоненькие я всё-таки чагу больше люблю. Стальные, классические такие. Ну, вот этот свитер я вязала полностью на лите. Кстати, что ещё из инструментов, да, из спиц? Рукава, конечно, можно вязать и на круговых спицах, просто с более коротким кордом. Но как-то так вот у меня сложилось, что мне нравится рукав вязать на носочных спицах, на пяти спицах, и у меня для этой цели карбоновые спицы. Вот пока не появились карбоновые спицы, я просто считала, что на пяти спицах – это адище вязать, да. На карбоновых – это действительно удовольствие. То есть, вот рукава, соответственно, точно так же. Четыре с половиной, да, я вязала резинку рукава и на пятёрочке вязала дальше основное полотно. То есть, меня это вполне устраивает. Ну, вот у меня карбоновых тоже всех размеров. Носки на них люблю вязать, варежки на них люблю вязать. Ну, вот ещё и рукава вот таких вот свитеров. Это удобно. И из инструментов, ну, буду потом, естественно, да, для обработки вот крючок, да, нужен. И, ну, тоже ещё буду показывать, да, в процессе. Вместо вспомогательной нити на вот таких вот булавках я держала, да, петли пройма и на рукаве, и на самом теле свитера. Итак, вот я провязала снизу, да, связала два рукава, само тело свитера, объединила это всё на спицу с более длинным кордом, потому что здесь я оставила по восемь петель. Причём я делала таким образом. В силу, да, конструкции фигуры моего мужа, это то, чего нет у Линки Ноймена, естественно. Вот я из восьми петель три петли оставляла вперёд, пять петель я уводила назад. То есть вот здесь на кокетке как бы спинка у меня получается чуть-чуть пошире переда, да, потому, ну, мускулатура, да, спина подраскачена так серьёзно у мужа, поэтому я так делала. Вот, дальше рисунок, сам паттерн, орнамент, да, вот базовый я брала из книги, и вот я по нему, да, продвинулась вот до этого уровня, вот тут я пересчитала простыми ромбами, и дальше я уже вывязывала росток. Пряжа толстенькая, сейчас я разверну вот так, в профиль как бы покажу, да, вот вы видите, да, что на спинке побольше, тут оставлена на горловину совсем тоненькая полосочка, у меня было всего четыре точки разворота на росток, потому что пряжа толстая. Ну, и дальше как бы я спокойно совершенно вывела, связала резинкой, ну, уже на более тонких спицах воротник, и закрыла его иглой. Ну, вот тоже видно, да, сразу даже на стойке видно, что спереди углубления горловины получилось побольше. Кстати, вот одно из преимуществ, когда вяжешь снизу вверх, иглой все-таки закрывать петли достаточно долго, я не очень это дело люблю, и получается, что тут количество петель просто на горловине меньше, чем внизу, естественно, да. Вот. Что еще такое? Ну, естественно, да, вот здесь, да, в проймах трикотажным швом я закрывала, соединяла петли, сшивала, ну, иголочка должна быть с тупым концом, это совсем для новичков, я это говорю, да, то есть все аккуратно, причем, кстати, вот смотрите, исландская шерсть, два месяца муж вплотную носит, сегодня потеплее, и он уехал не в этом свитере, а то тут всю дорогу его носил, ничего нигде не закатывается, очень хорошая, очень качественная шерсть, вот, то есть сначала у меня эти петли были на вот такие вот булавки, да, спереди и сзади, ну, как бы сверху и снизу, получается, да, сняты эти петли, я их иголочкой соединила, но вот тут тоже момент, который касается и вот этих вот маленьких шовчиков незаветных, и закрытия иглой, когда вяжешь из непрядиной шерсти, сделать с ее помощью такие манипуляции крайне сложно, вот она просто рвется в процессе, поэтому я взяла, ну, я на прялке обычно больше приду, но и на веретине тоже, то есть я взяла и вот эту непрядиную лопе, я спряла себе вот прямо немножечко, да, там на любом веретине можно спрясть, ниточку в два сложения, да, такую вот туплай классическую, вот я ее спряла и потом уже вот эта нитка, она очень прочная, очень крепкая, но в шве она, ну, материал-то тот же самый, и после ВТО она совершенно не отличается от вот этой вот ровненькой непрядиной шерсти. Вообще лопе хороша тем, что даже новички, когда начинают из нее вязать, никакой лядности не будет, никакие вот дефекты не возникнут, то есть очень-очень хорошая, очень приятная в работе шерсть, в эксплуатации она практически вечная. Что еще, какой важный момент, да, вот как-то я такие видео раньше не записывала, поэтому может быть такой не очень четкий план. Естественно, все фрагменты вот крупных паттернов я разделителями ограничивала, но я использовала вот просто колечки, да, вот эти пластиковые, достаточно удобно. Что еще из таких важных моментов? Да, могу сказать отдельно про ВТО. ВТО по этому свитеру было простейшее, то есть вот все я когда доделала, довязала. В прохладной воде даже, ну такой вот 35-36 градусов. У меня такой режим есть в стиралке. На режиме ручной стирки я это дело постирала, легкий отжим и дальше разложила уже, естественно, сушить на плоской поверхности. Все высохло, можно носить, что, собственно, муж и делает. То есть никаких драйеров, да, вот сушильных там машин, никакой сушки, даже ни на каких блокираторах, да, вот есть такие раскладные. Вот это не надо. Лопе надо сушить именно в горизонтале, разложенный свитер, хорошо. То есть вот разложили, сформовали вот плечики, там все. Кстати, относительно убавок по плечам, вот тоже момент, который я поменяла, в отличие от книги, да, то есть вот в этой части, когда я ушла от крупных вот этих вот фрагментов рисунка, да, вот на этой части уже, я сокращения делала, уводила их из середины, уводила больше к плечам. Но это опять-таки курс мужское плечо. Мне очень понравился у Ольги Кондратьевой и Оксаны Колесниковой. И мне больше понравилась посадка вот именно плеча таким образом. Я в экспериментальном таком, да, ключе решила попробовать. Здесь это тоже применимо. То есть вот после вот этого вот паттерна, вот здесь у меня убавок по кругу нет, они у меня ушли вот сюда, именно как бы как в продолжение регланной линии. И это дало сразу вот просто идеальную посадку по плечу. Благодаря ростку, да, сзади никакого ни горба, ни провисания, то есть вот и спереди никаких складок нету, то есть сидит такой свитер лучше. Ну вот, наверное, это такой краткий обзор. По петельным я его действительно не могу сделать, не нарушать, не могу нарушать авторские права. А то, что касается вот нюансов именно моей работы, вот оно в этом свитере. Вот все, что могла, вот все, все вам рассказываю. Следующее видео будет по свитеру уже полностью моего дизайна, там я и фрагменты, и схемки орнаментов дам, так что подписывайтесь, чтобы это видео не пропустить. И еще будет, еще один свитер лапопейсу я связала, то есть по ним, по всем, последовательно я сделаю видео по тем, где мой дизайн, буду делать его более подробным. Затем прощаюсь с вами. Всего вам доброго, всего самого-самого лучшего. Побольше времени на наши любимые занятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова